Я всегда с собой беру видеокамеру Так, сейчас совершенно другая программа Мы находимся в студии Радио Хит Меня зовут Ангелина Хитарянко И сейчас все самое интересное, сочное и яркое в вашем телевизоре Знаете, что огорчает? Что на этом подоконнике не посидишь А ведь все мы так любим взять чашечку горячего какао Сесть на подоконник, читать книжку И в перерывах между главами мечтать Прямо сейчас о книгах Ксения Главицкая Всем привет, это Главицкая И сегодня мы поговорим о книге Доната Коризде «Девушка в тумане» О книге для лет старше 18 лет Холодной зимней ночью психиатра вызывают срочно на работу Для того, чтобы обследовать попавшего в аварию инспектора Инспектор ничего не помнит Место аварии не указывает ни на что Ни на причину, ни на жертв Но, тем не менее, рубашка инспектора в крови И кровь это не его В ходе беседы начинает восстанавливаться цепь событий Которая началась месяц назад Италия, тихий маленький городок Там перед Рождеством пропадает тихая, спокойная, уравновешенная девочка из очень набожной семьи Все уверены, что сбежать она не могла Уж совсем не таким был этот ребенок Расследовать это дело приезжает знаменитый сыщик, звезда телеэкранов Который недавно провалил какое-то дело, о котором вначале говорят только намеками Да, у этой книги есть свои шероховатости, и она далека от идеального детектива Да и перевод российский имеет недочеты Но Коризис стопроцентно отлично мутит интриги Сначала он по чайной ложке подсыпает улики и какие-то детали Что заставляет читателя не просто быть свидетелем, а участвовать в расследовании А потом начинает складываться ощущение, что автор намеренно всех путает и сбивает с толку Думаете, в этой книге все просто, и это лишь очередной детектив на тему нечестных продажных копов И влияние общественного мнения на массы? Далеко не так Коризис молодец, конечно Он лихо завернул сюжет так, что всего тут шоке от непредсказуемого финала Единственная претензия, это уж слишком сложный преступный план В жизни такое вряд ли пройдет Вернее, в жизни все как-то проще и страшнее Ну, в другом случае было бы неинтересно читать При этом автор не ограничивается детективной историей Это еще и книга сатира на современное общество Где из всего, даже из такой трагедии, как пропажа ребенка, делается шоу И сложно разобраться, то ли люди изначально такие черствые, то ли просто подвержены влиянию И в целом книга достаточно жесткая И не потому, что Коризис говорит о жестоком преступлении Но и о том, как он описывает наше современное общество В котором полно изъянов С вами была Главицкая, до новых книг Гаджеты, как мы их любим, как они нам необходимы, как без них Жизнь скучна и сера Прямо сейчас о гаджетах Дима Страстенко На пятки наступает традиционная пора отпусков Хочется уже как следует отдохнуть, особенно на природе Как провести это время с максимальным комфортом и при этом не угробить окружающий мир Смотрите в следующем сюжете Первый зеленый друг умеет делать сразу несколько вещей И это плюс Неважно, где вы отдыхаете В городском парке или в глухом лесу Этот гаджет придется весьма кстати Основная его функция – поставлять свет в виде настольной лампы без розетки А питание от аккумулятора позволяет заряжать и другие гаджеты с помощью двух встроенных USB-портов Удобно, не так ли? Кроме того, владелец может контролировать интенсивность светильника Устанавливать таймеры, программу света или автоматическое включение в непосредственной близости от владельца И да, можно использовать и как простой фонарик Отдыхайте с ночевкой, тогда пригодится гамак А если он еще и навороченный гаджет, приятнее вдвойне Это устройство можно использовать весной, летом и осенью Такой гамак неплохо держит постоянную температуру Вес гаджета составляет около 6 килограммов В комплект входят два ремня, каждый из которых цепляется к дереву И два регулятора, чтобы удобнее было рассчитывать расстояние, а не искать подходящие деревья Ну и, конечно, залезать в гамак значительно удобнее Стоит новинка, правда, больше, чем палатка Но уникальный дизайн и дополнительные возможности в виде, например, встроенной подсветки тоже найдут ценителей Да и по сравнению с обычным гамаком упасть не так просто А следующий гаджет – отличный вариант для тех, кто ушел в партизаны и вообще не любит дым Особенно при готовке на природе Пусть вас не смущает то, что устройство выглядит как простая дровяная печь Потому что внутри у него, на минуточку, встроенный вытяжной вентилятор А USB-аккумуляторная система воздушного потока Обеспечит до 30 часов чистого горения дерева без дыма И при этом готовить пищу И все это на одной зарядке Верите? Я тебе не верю! А зря! Ведь эту печку можно пускать в ход как в палатке, так и в автомобиле Не забывая, разумеется, следить за пожарной безопасностью Интенсивность вентилятора регулируется четырьмя скоростями И эта же функция помогает регулировать интенсивность пламени Устройство подходит для самых разнообразных стилей приготовления пищи Начиная от простого подогрева на медленном огне До состояния быстрого кипения Хватит жрать! Хватит жрать, я вам сказал! Хватит жрать, мясников! А этот гаджет тянет питьевую воду прямо из воздуха Так что если забыли термос, то не обязательно идти до речки Или искать родник Обычная с виду бутылка оснащена крошечными солнечными батареями Которые питают собой элемент, называемый пельтье Двухкамерный холодильник, предназначенный для сбора конденсата Капли воды собираются и направляются в бутылку Что и дает туристам возможность сделать через пару минут глоток чистой воды В течение часа гаджет может собрать литр воды Так что не надо тратить время на фильтры Кто-кто, а Робинзон уж точно вам позавидует Особенно если не забудете про пятницу Пока-пока С хорошим макияжем от цвета без рук Так и хочется бесконечно делать классные фоточки Прямо сейчас обзор самого крутого из инстаграм Сделает, конечно же, Антонина Сатарова Всем привет! В этой рубрике мы рассказываем о самых интересных, красивых или просто любопытных фото и видео Которые наши земляки запостили в социальную сеть инстаграм на минувшей неделе И начнем с забавного снимка Орского кота Фото с легкой руки инстаграм пользователей получило название Коты прилетели Зато съехал от родителей Пошутили другие комментаторы Весна, друзья! Природа просыпается, а вместе с ней мы и наши аккаунты в социальных сетях Предлагаем вам несколько фотографий, на которых запечатлено это прекрасное пробуждение наших степей из зимней спячки С теплом пришло и время закатов удивительной красоты Орчане с удовольствием делятся фотографиями В следующей части обзора, которую назвали извне, мы рассказываем о самых популярных постах, которые заслужили внимание тысяч пользователей всего мира Митинги в защиту мессенджера Телеграм прошли в Москве и Петербурге По хэштегам Телеграм опубликованы сотни фотографий Митингующие устроили шествие, неся в руках плакаты и запуская белые бумажные самолетики Символ мессенджера Кстати, о митингах и демонстрациях Кажется, в России назревает еще одна традиция шествия, которую придумали представители нашей молодежи Называется она «Монстрация», то есть массовая художественная акция или альтернативный Первомай Фишка в том, что по большей части содержание транспарантов должно выглядеть предельно абсурдным и аполитичным В этом году молодежь с подобными плакатами вышла на Первомайскую демонстрацию в разных городах страны Вот некоторые примеры лозунгов Всем все, никому ничего Натаите, не таите Где тут принимают стеклотару? И многие прочие У кого на что хватило фантазии, красок и фломастеров? На этом все, друзья Не забывайте отмечать интересные фото и видео хэштегом Орскру обзор Самые любопытные из них обязательно попадут в нашу рубрику на сайт ИНИТВ Удачных снимков! Пока! О! Сережку Васина показывали только что Мои любимые телеканалы Евразия и Хит Но все мы очень уважаем классное кино Что посмотреть прямо сейчас расскажет нам Виталий Морозов Всем привет! Сегодня мы поговорим с вами о новой российской комедии Она называется «Жили-были» Фильм снят в 2017 году И снялись в нем замечательные актеры Федор Добронравов, Роман Мадянов и Ирина Розанова Сюжет фильма строится вокруг старинной деревни в русской глубинке Из жителей только два одиноких немолодых мужчины И внезапно овдовевшая женщина Один из друзей решает, что пора завязывать с одиночеством И собирается предложить вдове руку и сердце Но второй мужчина в корне с этим не согласен И тоже претендует на вакантное место И лучшие друзья вдруг в момент становятся соперниками Фильм полон забавных сцен В нем много комичного А споры и ссоры двух закадычных друзей На фоне красоты деревенского быта Живо отсылают нас к таким классическим фильмам Как «Белые росы» или «Любовь и голуби» Здесь есть место и радости, и грусти, ностальгии и памяти А игра актерского трио просто выше всяческих похвал Итак, картина «Жили-были» 2017 года выпуска Приятного вам просмотра Действительно будет электричество? На два холодильника хватит Только на два холодильника? И на тяне Погоди А я? Слушай, Гриша, я тут что прикину? А что если нам больше о здоровье объединить коллективное хозяйство? Колхоз Живу тебя таки хорошо живу Господи, Маринка, сводочная, рогатая Может, мне сойтись с Татьяной, а? Танчила, Павел? Ага, ты что, поджениться захотел? Осенью вроде как взять и усторожить, дальше вот собираешься, а сейчас про хактивизацию? А вот сейчас хочешь так и понимать А чё медальки-то нацепил? Так они тут и висели Подхож-то! 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 Нужно молчить, сейчас-то! Больше месяц чего-то тут! Подхож-то! Подхож-то, говорю! Рубин, скажу! А-а-а-а! Вот посмотри на него! Ему ведь ни хрена не стоит тебе пошлить! Отхрена тебе! Еще посмотрим, кто последний ржет! Ага! 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 Вы что это делаете, мужики? Это я пыталась такую вот цирковую музыку изобразить Дело в том, что у нас в рубрике «Декор» сегодня вешалка в цирковом стиле Интересно! Всем привет! Я Елена Марченко, я декоратор Сегодня я покажу, как можно задекорировать обычную деревянную вешалку Для этого нам понадобится несколько цветов краски И вот такие вот молдики И руки грязные Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наша вешалочка готова Она у нас получилась в стиле цирковом Почему-то мы решили назвать ее именно так Сделали немного потертости таких рваных Добавили несколько цветов И стало оно вот такое вот фактурное Все, всем спасибо, до свидания Так, я не вижу, ты вступил в группу «Хитарянка» ВКонтакте? Если нет, то быстренько исправляемся Увидимся на следующей неделе С вами была Ангелина Хитарянка Очень сильно вас люблю, пока! Субтитры создавал DimaTorzok